Христос воскрес, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Бусла о познании, познавая Бога внутри себя. Пасха 2024. А вы знаете что? Христос воскрес! С праздником Пасхи вас все, друзья! Поздравляю! Прошел год, и сейчас Пасха 2024 год. Когда приходит Новый год, мы вспоминаем, что произошло у нас в жизни, чего достигли, а чего нет. А вы знаете, что праздник Пасха 2024 празднуется у католиков 31 марта, а у православных 5 мая? Когда приходит Пасха, какие мысли посещают? Мы вспоминаем, что мы сделали за прошедший год для Бога. Сколько давали милостыни, сколько добрых дел сделали, так ведь? Новый год нас заставляет задуматься, что произошло в нашей жизни вообще. А Пасха заставляет задуматься, что мы сделали для Бога, и что Он сделал для нас за прошедший год. И очень часто Бог сделал для нас больше, чем мы для Него. А вы знаете, что устав, то есть, как праздновать, что делать, что не делать, дал сам Бог? А вы знаете, что Пасха и его проведение дан Богом раньше десяти заповедей Моисея на каменных скрижалях на горе Синай? А вы знаете, что праздник Пасха для иудейского народа и для нас в наше время обозначает праздник освобождения? Устав праздника Пасхи. Как праздновать Пасху дал сам Бог Моисею, когда иудейский народ был в рабстве в Египте? И описано это в книге Ветхого Завета «Исход». Прочитаем 12 главу стихи 11-12. «Ешьте же его так, пусть чресла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посухи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Исход 12 глава стихи 11-12. Да, когда иудейский народ выходил под руководством Бога, он все повеления отдавал через Моисея и говорил сам лично. А мы знаем, и это было успешно. Исход иудейского народа описан как в Библии, так и много фильмов снято. И народ должен был в ночь перед исходом принести в жертву годовалого ягненка, специально приготовленного. И его кровью нужно было помазать косяки дверей на улице, а самого ягненка приготовить и съесть до восхода солнца с поспешностью. Как написано в Библии, в то время, как народ приносил в жертву ягненка, там, на улице, Бог поражал всех первенцев в Египте, начиная от скота, заканчивая первенцев людей. И мы читаем, что даже и фараон не обошелся этой участи. Знамения на домах. Прочитаем стихи с 13 по 15. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сень памятен, и празднуйте в онный праздник Господу во все роды ваши, как восстановление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. «Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля». Это исход 12 глава с 13 по 15 стих. «Только там, где косяки дверей были помазаны кровью, губительная язва не трогала, и все в доме были живы. Это сказал лично сам Бог Моисею». Раньше десяти заповедей Моисея. И вот, когда Бог вывел с чудесами и знамениями, даже разделив море, народ израильский из Египта. Примерно через три месяца весь народ пришел к горе Синай, где Бог дал тому же Моисею каменные скрижали. Мы все знаем и уважаем заповеди Бога на каменных скрижалях, то есть десять заповедей. И, конечно, и стараемся их исполнить. Но и праздник Пасхи настолько же важен, как и заповеди Моисея. Прочитаем книгу Исход, 24 глава, стихи с 12 по 14. «И сказал Господь Моисею, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их. И стал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божью. А старейший нам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». Это Исход, 24 глава, с 12 по 14 стих. «И Бог заключил завет через Моисея с народом израильским». Праздник Пасха в наше время – это праздник освобождения. Праздник освобождения отмечался в память об избавлении иудейского народа под руководством пророка Моисея из египетского рабства. В этот день приносили жертву ягненка. И сразу за ним шел праздник пресных хлебов, который длился семь дней. В эти дни предписывалось очистить дом от всего квасного и есть только пресный хлеб. И когда Иисус Христос был на земле, этот праздник тоже строго соблюдался. Только Иисус Христос за наши грехи сам стал ягненком. В послании апостола Павла написано для нас, в книге «Первое послание» Коринфянам, главе 5 стихи 7-8. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос закон за нас. Посему станет праздновать не со старой закваской, не с закваскою порока и лукавства, но с опреснуками чистоты и истины». 1 Коринфянам, 5 глава, стихи 7-8. Освободиться от рабства греха. Как в Ветхом Завете ягненок был принесен в жертву и с его помощью был спасен народ Израиля и выведен в обетованную землю, так и в наше время Иисус Христос был принесен в жертву за нас, чтобы мы могли освободиться от рабства греха и приведены в Царство Божье. Иисус Христос взял наши грехи на Себя, был наказан, распят на кресте вместо нас за наши грехи, похоронен, но на третий день воскрес. И все, кто приходит с искренней молитвой покаяния к Богу, с веры в Иисуса Христа, и исповедует свои грехи, то Бог Отец Небесный принимает его, прощает, очищает, освобождает от всех грехов наших и называет вас своими детьми. И не просто прощает, а еще и исполняет нас Духом Божьим. И хоть Иисус Христос сейчас рядом с Отцом на небесах, Дух Святой сейчас с нами на земле и помогает нам жить, ведет нас, как и израильский народ Царства Небесное, где нас ждет там Иисус Христос. Аминь. Праздник Пасха в 2024 году. Давайте будем нас праздником освобождения и исхода к Богу Отцу. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не закваскую пороку и лукавство, но с опресноками чистоты и истины. Христос воскрес, сестры и братья. Это радостная и долгожданная радостная весть. Христос воскрес. Когда будете стоять в церкви и святить пасхальную корзину, вспомните Иисуса Христа. И что Он сделал для каждого из нас. Аминь. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.